Действие второе, картина четвёртая. Та же крысоловка, развернутая другим боком. Крысьео полу лежит сверху. В кустах Грызетта и Грызильда, её кормилица и подруга, переговариваются шёпотом. Грызильда, меня послушай, говорю я, мне всё-таки годков поболе. И я с сеньорами имела дело, ни раз, да и ни два, Грызетта, а сколько? Грызильда, восемь, коль память мне не очень изменяет. Я, впрочем, не считаю тех сеньоров, что к линии подбивали ко мне сами. Считаю я лишь тех, кого любила. Их было ровно восемь. Или девять. Ну, правда, если посчитать ещё Грызяву, он был такой вальяжный, грациозный, то будет десять. Ой, постой, забыла, я двух ещё. Тогда всего двенадцать. Грызетта, ну, подруга, ты, верно, большой знаток в этих делах. Уж никак бы не подумала. Грызильда, да, в делах любовных мне, пожалуй, равных нет. Поэтому я и говорю тебе, слушай моего совета, и всё будет по высшему разряду. Грызетта, ну, как же мне начать знакомство? Как подойти к нему? С какой стороны? Грызильда, ой, глупенькая. Да где же это видано, чтобы женщина подходила к мужчине первая? Ты должна быть неприступна, как скала. Упаси тебя, Боже, сделать вид, что он тебе нравится. Грызетта, он мне не нравится. Грызильда, ох ты, а что же мы тогда делаем здесь, в кустах, ночью? Грызетта, он мне не нравится. Я влюблена в него, по уши влюблена, до самого кончика хвоста. Если бы ты, кормилица, видела его во время схватки, это огонь, это просто ураган. Он, Боже, хранящий нас, ты, свидетель, я не могла сопротивляться. Он просто поглотил меня всю, мгновенно, без остатка. Грызильда, прекрасно. Тогда для начала нужно ему только показаться, но при этом сделать вид, что он тебя не интересует ни капельки. Хорошо бы пройтись туда, сюда, ну, вот хотя бы до этого дерева. Грызетта, а дальше? Что потом? Грызильда, пусть он окликнет тебя. Грызетта, как только он окликнет, я умру на месте. Грызильда, маленький мой птенчик, глупышка ты моя, еще никто от этого никогда не умер. Грызетта, кормилица, но я боюсь ужасно, как подумаю, что вот сейчас нужно встать и подойти к нему ближе. Так ноги наливаются свинцом. Грызильда, да-да-да-да, а здесь вот в груди будто стучит раскаленный молот. А в животе холодеет, Грызетта, откуда ты знаешь? Так стучит и холодеет, что не знаю, с чем сравнить. Грызильда, это любовь, детка моя, уж можешь мне поверить. Но ты не волнуйся, стоит лишь только заговорить с ним, и тебе сразу станет левше. Грызетта, как же заговорить, если ты сама сказала, что лучше делать вид, будто он мне совсем неинтересен. Грызильда, ах ты, детка ты моя неразумная, вот как шпагами махаться, да кулаками, этому тебя учить лучше, еще самой у тебя поучиться. А как к сеньору подойти, и нет в тебе понятия никакого. Давай-ка сделаем так. Пройдись от этого дерева вон до того. Только смотри, не смотри на него. А как окликнет он тебя, так беги сюда ко мне. Ну, а дальше будет дальше, поняла? Грызетта, поняла, кормилица, поняла, подруженька. Грызильда, капюшон-то накинь и ступай с Богом. Грызетта, ой, страшусь. Грызильда, ступай, ступай, шелест голосов, ступай, ступай, ступай. Грызильда, эй вы, чего загалдели? Ну-ка, циц мне тут. Шелест голосов, мы тихонько, мы тихонько. Грызильда, замолчите, не болтайте, не мешайте, я прошу вас. Шелест голосов, хорошо, мы умолкаем, нас уже совсем не слышно. Если очень будет надо, позови, а мы умолкли. Грызильда, вот и молодцы, без вас спокойнее будет. Ну, ступай, дитятка, помнишь? Туда, сюда и бегом ко мне, когда окликнет. Грызильда, помню, помню. А если он не окликнет? Грызильда, ну как же не окликнет? Обязательно окликнет. А если не окликнет, я ему такое окликну. Такую красавицу, как мое дитятка, да не окликнуть. Я ему тогда, я ему, я ему тогда, знаешь что? Забывшись, кричит, что есть силы. Эй, вы там, наверху, совсем ослепли! Красиво вскакивает, всматривается в темноту. Кто здесь сейчас кричал? Эй, отзовитесь! По запаху я вас не различаю. Про себя какая-то чудная мешанина из мускуса, лаванды, мяты, амбры. Похоже, не девица так душится. В темноту. Что ж вы молчите? Или вы посланник от той, что мне милее всех на свете? Тогда тем более резона нет молчать. Грызильда. Вставай, скорее, иди, ведь он зовет. Грызильда. Ой, не могу, не имеют ноги, умираю. Грызильда. Ну, что за пустяки? Скорей, иди, зовет. Красиво. Что там за шепот? Ничего не понимаю. А, может, это просто было эхо? Грызучо сказал. Оно бывает громким. Да, видно не дождаться мне, грызет ты. Ах, как мне жаль, Грызильда. Вот видишь, он страдает. Красиво. И некому советом мне помочь. Ведь сам-то я в таких делах не мастер. Сижу здесь, жду, придет или не придет. А может, лучше мне уйти совсем? Или вон в тех кустах ее дождаться. Спускается. Идет к кустам. Грызет-то. Ай-яй-яй-яй. Что делать мне? Ведь он сюда идет. Боюсь. Грызильда. Смелей. Вокруг мы обойдем. Как будто только что пришли. Обходят кусты. С другой стороны. Капюшон грызет и цепляется за ветку. Остается на ней висеть. Красиво натыкается на капюшон. О, дивный и знакомый запах. А, эта вещь. Как будто бы ее тянется к капюшону. Картина пятая. Влетает разъяренная крысунья. Ага. Вот вы-то мне сейчас и ответите. Крысио. Простите, синьорина. Я, может быть, и отвечу. Если вы мне объясните, в чем вопрос. Крысунья. Во-первых, не синьорина, а синьора. А во-вторых, не знакомец. Вы немедленно должны мне сказать, где находится мой сын. Мой ненаглядный. Мой единственный. Кры-кры. Крысио. Я, крысунья, только не надо меня утешать. Крысио. Да я, крысунья, не надо мне говорить, что вы ничего не видели. Крысио. Послушайте, синьора. Крысунья. И слушать не хочу. Отвечайте прямо. Не надо мне тут слов утешения. Крысио. Я и не собирался. Крысунья. Да-да, конечно. Вот с этого всегда и начинается. Я не собирался вас утешать, синьора, но вы должны быть мужественны. Крысио. Синьора. Вы должны быть мужественны. Крысунья. А? Что? А? Он это действительно сказал? Или мне послышалось шелест голосов? Сказал, сказал, сказал. Мы слышали. Мы слышали. Крысунья. Ну, конечно. Я так и знала. Признавайтесь, синьор. Моего мальчика пронзил насквозь своей длинной шпагой этот последний негодяй. Грызучо. Крысио. Вовсе нет, синьора. Крысунья. Значит, это вы его пронзили насквозь. Крысио. Да нет же, синьора. Крысунья. Я так и знала. Конечно. Он такой влюбчивый. Такой нежный. Он, конечно, опять втюрился. Да? Так оно и есть. Втюрился в первую попавшуюся финтифлюшку. И не говорите мне, что это не так. Я все равно не поверю. Я слишком хорошо его знаю. Он втрескался по уши. И сейчас скачет за ней на борзой собаке. Говорите мне скорее, да или нет. Не молчите. Я этого не перенесу. Крысио. Да. Крысунья. Что? Да. Крысио. Нет. Крысунья. Ну что? Нет. Не морочьте мне голову. Сами не знаете, что говорите. Тоже мне. А по виду так прямо сеньор. Крысио. Успокойтесь. Я молю вас. С вашим сыном все в порядке. Пирожки он с аппетитом съел, со мною поделившись. И домой направил стопы, чтоб нырнув скорее в кроватку, сны смотреть всю ночь до утра. Крысунья. Крысунья. А что же вы? Что же вы не сказали сразу мне, что вы крысио? Это так? Ведь вы крысио? Пирожки для вас пеклая. Крысио. Да, матушка, для меня. Мы вместе с вашим замечательным сыном поели их с огромным удовольствием. Спасибо вам, матушка Крысунья. Спасибо вам, матушка Крысунья. Крысунья, ну что вы, сеньор Крысио, не стоит уж так благодарить. Пирожков у меня много. Я с вечера замешиваю тесто, а утром начинаю выпечку. К обеду у меня бывает до сотни пирожков. Можете мне не верить. Но это истинная правда, сеньор. Крысио. О, я охотно верю. Сотня пирожков. Ой, это прекрасно. Семья ваша, наверное, не знает, что такое голод. Крысунья. Ну что вы, сеньор, очень даже хорошо знает. Семья у меня большая. Одних дочек двенадцать. Крысио. Двенадцать дочек? Это же счастье. Крысуня. О-хо-хо. Когда это счастье? Садится за стол. А к нему еще мои братья. А их восемь. Да с ними их жены. Да детишки. Их точно не помню, боюсь запутаться. Кажется, около сорока. Такая вот у меня семья. Это я еще не считаю себя, муженька моего милого, да родителей моих, да его родителей. И дедушек, бабушек тоже не считаю. Они мало едят. Зубов у них почти нет. А самое главное, сыночек мой единственный, мой ненаглядный. Его не посчитать не могу. Он поесть-то страсть как любит. Вот и получается, сеньор, красиво, что сто пирожков это обычно на всех и не хватает. А кроме пирожков у нас редко что бывает. Да и пирожки-то они все же маленькие. И начинка в них бывает далеко не всегда. Поэтому про голод великодушный сеньор мы знаем очень даже. Хорошо. Украдкой вытирает слезу. Красиво, матушка крысунья, можно я поцелую вашу руку? Крысунья, непривыкшая я к этому, смущаться буду. Вы уж простите меня, старую дуру, что я так налетела на вас. Но я, правда, очень боялась, что этот негодяй и мерзавец грызучего напал на него, на моего милого сыночка. Как всегда подло, из-за угла. Он только и может, что из-за угла, подлец. Грызильда из-за кустов. От раскаркалась ворона, грызуча негодяй, грызуча подлец. Крысунья. Ой! А кто это у нас тут в кустах подслушивает? Грызильда выходит из кустов. Ах ты, сквалыжница! Это я подслушиваю. Крысунья. Да уж не я, знамо дело. Уж и вон вытянулись аж в два раза. Грызильда. А ты-то сама-то на себя-то давно в зеркало глядела. Красиво перестаньте, милые сеньоры. Я прошу вас, тут такое дело, грызильда, дело ваше, нам, сеньор, известно. Он-оно, сидит в кустах и чуть не плачет. Красиво. Что? Грызе-то здесь? Грызильда. А где ж ей быть-то, крысунья? Вы, сеньор, иметь хотите дело с этой вот болтуньей пучеглазой? Ай-яй-яй, от вас не ожидала. Грызильда. Подождите, я сейчас ей всыплю, крысунья. Ну-ка, всыпь, попробуй, подойди лишь. Так отделаю, что навсегда запомнишь. Красиво. Дамы, милые, родные, успокойтесь. Гнева вашего не в силах разобрать я. Грызильда. Что тут разбирать? Держись, подруга. Красиво. Что вам это? Миром разойдитесь, успокойтесь. Красиво. Как мне быть спокойной, если эта вот развратная особа будет угрожать мне? Грызильда. Ах ты, дрянь! Бросаются друг на друга с кулаками. Красиво пытается помешать. Из кустов выскакивает грызетта. Из своего укрытия выбегает кры-кры. Пробует растащить дерущихся. Кры-кры. Мама, мама, мамочка, не надо. Я вот он. Влетает грызучо. Эй! Тихо все! Урочный час настал. И начинается обмена ритуал. Тому ж, кто вздумает на ритуал смотреть, я не завидую. Его уделом будет смерть. Драка тут же прекращается. Все медленно расходятся, стараясь не оглядываться на центр. Картина шестая. Раздаются мерные удары колотушки. Одновременно с двух сторон появляются хранители, одетые абсолютно одинаково и в одинаковых масках. Один выкатывает на тачке тома кодекса, другой выносит, как рюкзак, за спиной огромные песочные часы. Первый. Послушайте, послушайте. Второй. Послушайте, послушайте. Первый. Скоро кончится песок. Второй. Скоро кончится песок. Первый. Наступает срок ритуала. Второй. Наступает срок ритуала. Первый. Последняя. Падает песчинка. Второй ритуал начинается. Торжественно меняются кодексом и часами. Переворачивают часы хором. Потек песок. Время начинает новый круг. Пауза. Смотрят друг на друга. Первый. Устал я что-то, брат? Второй. И я тебе тоже скажу, брат. Устал. Первый. Так и хочется присесть. Второй. И по чарочке. Первый. Э-э-э. Второй. По бутылочке. Первый. Ты что? Второй. Эх, ну хотя бы по стаканчику. Знатной минералочке. Первый. Или кваску. Второй. Или молочка. Первый. Или газировочки. Второй. Ну что? Остановим. Первый. Давай, отдохнем малость. Наклоняют часы так, что песок перестает сыпаться. Время останавливается. Все замирает. Музыка, звуки, все обрывается. Первый. Хорошо. Когда тишина. Второй. Да, когда тишина, это очень хорошо. Снимают маски. Первый. Ну, здравствуй, брат. Второй. Здравствуй, дорогой мой братец. Обнимаются. Первый. А я вот что захватил. Достает газировку. Второй. И я тоже захватил. Достает стаканы. Первый. А еще у меня вот что есть. Достает складные походные стульчики. Второй. И у меня тоже кое-что имеется. Вынимает складной походный столик. Вместе. А, брат, ты даешь, брат. Обнимаются. Разливают газировку. Первый. За тебя, брат. Будь здоров, брат. Второй. И ты, брат, будь здоров, брат. За тебя. Обнимаются. Первый. Слышал ли ты, брат? Второй. Что слышал, брат? Первый. Занятный появился у нас тут парнишка, брат. Второй. Подходит к замерзшему крысьеву. Этот брат, парнишка? Да, занятный. Он мне тебя в молодости напоминает, брат. Первый. А мне тебя напоминает? Просто один в один. Второй. Ну, ладно. Дело не в этом. А в том, что жалко парня мне. Хороший парень. Первый. Так и мне тоже жалко. Никак ему с грызеттой потолковать не удается. Второй. С прапрапраправнучкой твоей? Подходит к грызетте. Первый. Ну да, с твоей. Она такая же моя, как и твоя. Ай, смотри, какая красавица стала. Второй. Ну, сразу видно. Моя порода. Первый. Ага. И моя. Второй. Ведь говорил же я тебе тогда. Давай не будем делиться мы на белых и на серых. Первый. Но если б мы тогда не разделились, то как бы кодекс разделили мы и время? Второй. Зачем же было их делить? Не понимаю. Первый. Ну, как зачем? Вот ты чудак, ей-богу. Старик уже, а мудрости не грамма. Второй. Ты на себя бы посмотрел сначала. Седой до кончика хвоста. А судишь, как младенец. Теперь и серым-то тебя назвать никто не сможет. А я как белым был тогда, так и сейчас остался. Первый. Еще каких-нибудь пять слов? И я припомню юность. Тебя так вздую, что поймешь. Второй. А если дам я сдачи? Пауза. Молча смотрят друг на друга и сопят. Первый. Ну, пошумели, выпустили пар и будет. Второй. Да, брат. Иначе долго будем спорить. И этот спор не кончить нам вовеки. Первый. Ты прав. Не будем мы теперь об этом. Второй. Обнимемся же, брат, с тобой, как братья. Первый. Приди в мои объятия, брат мой. Обнимаются. Ну, что, ты знаешь, что мы с ними будем делать? Второй. Конечно, знаю. Мы запустим время для них лишь, для двоих. Первый. Согласен. Действуй. Второй. Давай часы сюда, мы их посадим, а сами удалимся, чтобы детям сподручнее было меж собою говорить. Усаживают красивую грозетту на походные стульчики, вынимают маленькие песочные часы. Первый. Что, брат, как думаешь, им хватит того, что здесь? Здесь ровно пять минут. Второй. Я думаю, что жадничать не стоит, когда любовь стоит у нас на карте. Мы что, сейчас с тобой спешим куда-то? Первый. Да мы-то не спешим. А с остальными что делать? Второй. Мир пусть подождет, пока влюбленные сердца договорятся. Первый. Ну, что ж, согласен. Второй. Ставим им вот эти. Достает большие песочные часы. Ну что, пускаем, первый. Я готов. Пускаем. Переворачивают часы. Начинается музыка. Хранители удаляются. Крысева и Гризетта начинают оживать. Картина седьмая. Крысева, мне страшно открывать глаза. Что, если уж ночь прошла, и солнце близок всход? Гризетта. Гризетта. Мой милый. Здесь я. Здесь. Еще восход не близок. Крысева. Боюсь я посмотреть. Боюсь я обмануться. Что, если призрак ты? Гризетта. Нет. Но это я. Взгляни. Крысева. Нет. Гризетта. Лучше прикоснусь. Подай свою мне руку. Ах, как тепла она! Открывает глаза. О, счастье! Это ты! Гризетта. Мне стало вдруг тепло. Как только я узнала, что рядом ты со мной. И страхи все прошли. Крысева. Хочу тебя прижать к своей груди немедля. Но только если ты не против. Гризетта. Что ты, милый? Конечно, нет. Моя мечта с тобою слиться. Обнимаются. Танец. Крысева. Досели мне неведомые страсти. В груди бушуют. Лишь тебя увижу. Горячим молотом стучится сердце. А в голове туман. Гризетта. Да-да, в моей он тоже. Скажи. Люблю. И я навек твоя. Крысева. Люблю. 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 Готов я повторить. Сто тысяч раз. Миллион. Гризетта. Мне одного хватило. Мой ангел. Мой король. Мой рыцарь. Жизнь моя. Танец продолжается. Крысева. Любовь моя. Как хорошо мне здесь. Наедине с тобою пребывать. Гризетта. На нас не двое здесь. Смотри. Луна. Серебряный свой лик с насмешкою на нас направила и тихо наблюдает. Крысева. Танец прекращается. Гризетта порывисто приникает. Крысева. 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 Крысев. 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 Прими мой поцелуй. Я не прощаюсь. Бросается к крысоловке и решительно входит внутрь. Дверца крысоловки с ужасающим лязгом захлопывается за ним. Грызетта падает в обморок. Появляются хранители. Первый. Ай-яй-яй-яй. Ты посмотри, что он наделал. Второй. Ой-ой-ой-ой-ой. Помоги-ка мне. Давай вот сюда ее. Поднимают грызетту, усаживают на стульчик. Большие часы останавливают. Ставят маленькие на пять минут. Первый. Я же говорю, весь в тебя. Вот такой же прыткий. Второй. Вот-вот-вот точно. Весь в тебя. Такой же глупенький. Подходят крысоловки. Ну что? Сам, значит, залез. Красиво. Сам залез. Первый. А зачем залез? Красиво. Ну надо, значит, вот и залез. Второй. Ух ты! Грубит. Первый. Говори уже, на тебя в молодости похож. Красиво. Ты, дружок, лучше не груби. А то остановим твое время, и не видать тебе грызет ты. Второй. Ладно тебе. Не пугай парня. Хороший парень. Раз надо ему, значит, не зря залез. Обращается Красиво. Ты только нам по секрету скажи, зачем тебе это, а мы уж точно никому не расскажем. Красиво. Между двумя домами крыс вражду считаю я ужасною ошибкой. Ошибку давнюю исправить я хочу. Затем и нахожусь я в этой клетке. А чья ошибка-то судить я не могу. Второй. Первому. Слышал ты, что он сказал? Первый. Как же тут не слышать? Слышал. Второй. Ну и что теперь ты скажешь? Первый. А что хочешь ты услышать? Второй. Хочу услышать я, что был неправ ты, когда со мной успорил. Вот тебе от постороннего суждение верное. Обращается Красиво. Да, кстати, как тебя зовут-то, посторонний? Красиво. Красиво я зовусь. Первый. Что-что? Красиво. Красиво. Второй. А батюшку зовут как? Красиво. Так же звался. Мир его праху тоже был Красиво. Первый. А папенька его? Красиво. Да тоже так же. Второй. А дедушкин отец? Красиво. И он Красиво. Первый. Не может быть. Уже ли это правда? Боюсь спросить. Ну, а прапрадед твой? Красиво. Он был, как все. Красиво. Второй. Неужто, наконец, сбывается, что мы с тобой вписали в кодекс? Первый. Подбросив пять монет, и все они легли одною стороною? Второй. Тогда и выбрали с тобой мы имя для того, кто должен спор наш разрешить и кончить между домами крыс вражду. Скорей откроем кодекс. Листают дома кодекса. Первый. Вот здесь. Смотри. Второй. Нет. В этом томе, брат. Первый. Ну, что ты споришь? Говорю тебе вот здесь. Второй. Я точно помню где. Не смей перечить. Первый. Нашел. Ага. Читай. Еще он будет спорить. Второй. Красиво пусть прочтет. Подай-ка том ему. Первый передает через решетки клетки книгу. Красиво. А где читать? Первый. Где я загнул страницу? Красиво. И будет имя рыцаря Красиво. И предки все его до пятого колена. Красиво быть должны. Тогда вражде наступит конец, и мир придет. Второй. Так сбудется ж все это. Пора нам на покой. Давай, мой брат, запустим. Мы время и пойдем. Первый обращается Красиво. Ты книжку-то верни. Книжка ценная, очень старая. Если потеряешь, то потом не расплатишься. Давай, давай, давай. Да аккуратнее страницы не помни. Там, где уголок был загнут, выпрями. Вот, молодец. Красиво. В руках подержал, прочитал, и спасибо тебе. Все, бывай здоров. Красиво. Вы что, совсем уходите? Второй. Совсем, милый, уходим. Совсем, навсегда уходим. Вот только часы сейчас поставим, как надо, и привет. Красиво. А я? А мы все? Первый. А что ты? Ты рыцарь. Про тебя он в книжке. Сам же прочитал. Второй. На покойном пора, милый. Кончается наше время, а твое, рыцарь, время, оно только начинается. Так что думай, соображай. Еды у тебя навалом с голоду не помрешь, а грызет-то твоя от тебя никуда не денется. Только уж ты не обижай ее. Береги, люби. Первый. Все, брат, пора. Давай обнимемся. Второй. Да, брат, обнимемся. Обнимаются. Первый. Прощай, рыцарь. А мы на покой. Антракт у нас. Второй. Антракт. Шелест голосов. Антракт. 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 Исчезает темнота. Антракт. Субтитры сделал DimaTorzok